А в России в эти дни проходит акция «Окна победы» в преддверии 9 мая. И все подробности мы сейчас узнаем у главы Государственного комитета молодежной политики Республики Крым Сергея Селимова. Он с нами на прямой связи со студией. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, что же все-таки это за акция? Она ведь впервые проводится. Вы знаете, в преддверии празднования 75-летия хочется сказать о том, что многие акции пройдут в новом формате и, по сути, будут впервые. Конечно, мы столкнулись, весь мир столкнулся с новыми реалиями. И поэтому те формы, которые мы сейчас выбираем для работы, отдыха, это все новое и, я надеюсь, очень интересно. Акция, которую сейчас мы предлагаем стартовать всем, это «Окна победы». Это активность, которую можно проводить дома, поднимая себе настроение, поднимая настроение всем вокруг, а также переносить ее в виде флешмоба в онлайн-режим. Для того, чтобы присоединиться к акции, надо выбрать окошко, украсить его по своему разумению теми или иными символами победы, после этого с хэштегами выложить в своих соцсетях, после чего зарегистрировать и тем самым присоединиться к акции. Учитывая, что свободного времени достаточно много у всех, я думаю, что такая активность доставит удовольствие, а главное присоединит всех, кто каждый год отмечает этот великий праздник, к этому празднику, но в новом формате. Кстати, я на сайте видела трафареты, скажите, их же можно использовать, правильно? Все верно. Подготовлена часть трафаретов, но это никак не ограничивает творчество. Мы же понимаем, что в новогоднюю пору и в другие поры, в осеннюю, особенно дети часто украшают свои окна, и поэтому сейчас не надо прям сильно ограничивать творчество и людей, и детей, и всех, кто хочет присоединиться. Надо дать возможность себе поучаствовать ярко и интересно. Да, трафареты, конечно, можно использовать, они есть на сайтах, их скидывают в соцсетях, без проблем их можно сейчас найти, так что присоединяйтесь к акции. В общем-то, простор для полета фантазии просто неограниченный. Поделитесь, пожалуйста, сами свое окно украшать планируете? У меня двое детей, этим занимаются они. Уже все, как сказать, в ходу, да? Украшать начали. Все верно. Как вы считаете, вот, например, в следующем году сохранится ли такая акция вот в таком новом, так скажем, формате? Все зависит от участников и от желания. Мы же понимаем, что присоединившись один раз, получив удовольствие от участия в акции, ты уже не станешь от этого отказываться. Уверен, что и через год украшение окон в честь победы станет традицией. Ну что же, спасибо вам большое. Желаем вам успехов и, конечно же, крепкого здоровья. Продолжение следует...